Посулив потенциальным владельцем PlayStation 3 манну небесную, компания Sony неожиданно обнаружила, что подкрепить собственные обещания ей особенно нечем. Действительно, интересных игр для новой платформы в ближайшее время появится немного. К тому же некоторые из них уже выглядят как-то подозрительно устаревшими. Ну да не будем о грустном, тем более что MotorStorm для PS3 с самых первых дней смотрелось отменно и, как ни странно, выглядит так до сих пор. Казалось бы, ожидать откровений от автосимулятора сегодня уже не стоит, однако разработчики MotorStorm думают иначе. Они поставили перед собой задачу создать, если не самый реалистичный, то, по крайней мере, самый зрелищный симулятор экстремальных гонок. И кажется, задачу эту им выполнить удастся. Бешеные скорости и невероятный драйв. Вот что такое MotorStorm для PS3. Гонки проходят в исключительно ухабистых условиях при почти полном отсутствии дорог. Более того, границы трассы порой едва различимы, и даже указатели установлены далеко не везде. Добавим к этому, что почти все маршруты изобилуют природными и искусственными препятствиями, а объезжать их просто некогда. Стало быть, каждый трамплин, каждую глубокую лужу или крутой спуск придется штурмовать, не снижая скорости и полагаясь больше на удачу, нежели на собственное мастерство. Каков будет финальный список средств передвижения, мы пока не знаем. Разработчики успели показать несколько разновидностей джипов и пару мотоциклов. Но, вероятнее всего, этим дело не ограничится. Ведь известно, что нынче игроки не любят ограничений. Им подавай автопарк из десятков наименований, и кому, как не Sony, выпустившие Gran Turismo, этого не знать. Что до графики, то и тут MotorStorm держится молодцом. Строго говоря, это один из самых зрелищных проектов для PlayStation 3. Машины действительно состоят из десятков и сотен деталей. Кажется, приглядишься повнимательней и увидишь резьбу на каждом винтике. Немного удивляет разве что невысокая интерактивность трасс и удивительная прочность машин. Однако и то, и другое вполне может быть исправлено к релизу.